2016 год подарил нам всем первый республиканский светский студенческий бал. Несколько лет назад торжественное мероприятие было организовано совместными усилиями Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, а также Управления молодежи, туризма и международных связей администрации города Донецка. Светский вечер был приурочен ко Дню всех влюбленных. Вообще студенческий бал подразумевалось проводить на День студента 25 января. Но складывается такая ситуация, что постоянно карантин. И мы решили совместить студенчество и любовь, потому что два этих слова неразделимы, и в жизни это не разделяется. Поэтому мы приурочили первый студенческий бал ко Дню влюбленных. Соответственно, здесь и тематика оформления, тематика всего бала именно настроена на любовь, на взаимоотношения, на пропаганду именно правильных взаимоотношений молодежи. Ласковое солнце моё В паутине облачных дней Только как увидел её Стало и светлее, и теплее Заиграло в сердце капель И в душе проснулся апрель Бальный зал Донецкого городского центра молодежи смог вместить 200 участников, из которых 17 пар приняли участие в танцевальной церемонии. Все ребята – ученики местных вузов. Им потребовалось приложить немало усилий, чтобы преуспеть не только в учёбе, но и за три месяца подготовки и тренировочного процесса разучить несколько танцев. КОНЕЦ 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 Отдавая дань доброй традиции, в этом году состоялся уже третий ежегодный городской студенческий бал. Всё действие также проходило в Донецком городском молодёжном центре. В нашей Народной Республике это стало традицией. Многие министерства и отделы, скажем так, и просто инициативные группы проводят такие баллы. Поэтому они ещё раз активно участвуют в этом мероприятии. Мне очень нравится видеть себя красивыми, представлять себя, быть культурными. В конкурсной программе приняли участие 12 пар из восьми высших учебных заведений Донецкой Народной Республики. В этом году студенты не просто продемонстрировали свои танцевальные навыки. Главной особенностью этого вечера стало то, что каждая пара оживила одну из своих любимых сказок детства. Так учащимся Академии управления довелось немало времени потратить на поиски костюмов для красавицы и чудовища. Это было очень сложно. Мы нашли их за несколько дней до самого этого мероприятия. А так искали очень давно, около двух недель. Ездили, прогуливали пары, искали, обращались в различные учреждения, в ДК. Хотим попросить прощения за то, что мы не присутствовали на некоторых парах, так как мы были очень заняты поиском костюмов и подготовкой к балу данному. Но мы очень довольны тем, что мы нашли все-таки свои образы, что мы сможем выступить и надеемся, что мы выступим хорошо. Мы хотели поставить мюзикл, как было в сказке «Красавица и чудовище», известного фильма 2017 года. Но не сложилось с вокалом, поэтому мы поставим танец, и будет у нас видеоролик, презентация почти полноценного мюзикла с песней оперы «Сказка о любви». Помогали наши друзья, и мы из своего опыта что-то доделывали, додумывали. То есть, буквально говоря, сами и с помощью друзей. А чья идея? Идея всей постановки. Это совместная идея. Мы подумали, что мы можем такого интересного сделать. Мы не первый год уже вместе танцевали и решили сделать что-то интересное с такими образами. Мы учимся в Академии управления, в котором очень часто различных мероприятий очень полно. И мы частенько выступаем как и на дебютах, как и на межвузовских, как и на звездных. И у нас есть небольшой опыт выступления на сцене. Также студенты республиканских вузов ярко и красочно оживили образы героев из сказок «Золотой ключик», «Аленький цветочек», «Красная шапочка», «Золушка», «Белоснежка» и многих других произведений нашего детства. «Аленький цветочек» «Аленький цветочек» «Аленький цветочек» Королем и королевой студенческого бала 2018 года стала пара из Академии управления, которая оживила сказку «Красавица и чудовище». Пока ребята только радуются своей победе, студенты медицинского университета, победители 2017 года, которые в том году также были в роли красавицы и чудовища, рассказали, что им дал титул короля и королевы бала. Это гордость, гордость за себя, гордость за свой университет, потому что мы смогли одержать победу вместе, представили свой институт. Я очень хотела участвовать, мы очень долго готовились, придумали нашу презентацию, на фоне которого, кстати, и построена сейчас, вот сегодняшний балл, у нас тоже была сказка, и было вложено очень много усилий и желания победить, и мы одержали победу желанную. В том году, когда ты одержала победу, какие были твои эмоции? «Это было счастье, гордость за университет, в первую очередь, потому что было сказано, что медицинский победил, вновь, кстати, неоднократно, поэтому исключительное счастье и радость. «Славительные любви и семьи, а пока их жизнь отдают!» «Славительные песни, глубокая правда, ее не принять невозможно, нет!» «Скажи, зачем нужны нам эти люди, мы никому об этом не расскажем, давай с тобой, мы отдохнем с тобой твои волосы!» «Слубок у меня одежда, что научишь, скажешь, получишь, держи, ааа...» «Дедак, как ваш настрелик, а не попробуй, замените ей еще больше!» ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!